Продолжение следует... Мы пережили прошлый год, с какими вызовами столкнулась наша компания, как разработчик сетевого оборудования, с какими вызовами столкнулись наши заказчики, которые там нужно развиваться, строить сети, что-то думать, соответственно, как прошел год, что мы сейчас делаем и как пытаемся развиваться дальше и что готовы предложить вам как заказчикам сегодня. Коротко про нашу компанию. Кто нас не знает, мы компания РДП, российский производитель сетевого оборудования. Компания началась в 2010 году, у нас было 4 человека, отцы-основатели сделали продукт, сиржина для своего оператора связи. И сейчас, текущий год, уже у нас работает в компании больше 200 человек, то есть мы за 10 лет преодолели путь от маленького стартапа, даже по сути компании R&D для себя и смогли сделать продукт, то есть пройти шаг с продукта от продукта для себя, где все прибито гвоздями, где любые изменения, это все заново переписать в коде, до продукта, который мы сделали рынку. Знаете, как бы сейчас мы уже имеем такие богатый опыт в сетях, в построениях сетей, в разработке новых продуктов. Да, но так было не всегда. Компания, знаете, 14-й год, мы сделали Сиджинат, первый в России, на рынке есть А10, есть Ericsson, есть Juniper, есть Cisco, и тут какие-то российские ребята приходят, говорят, смотрите, есть Сиджинат, вроде даже не хуже, чем и у других вендоров. Я в компании работаю с 2015 года, и такая история, моя первая продажа Сиджината, мы приехали навстречу к одному оригинальному оператору, крупный оригинальный оператор, где-то 100 тысяч плюс абонентов, и у них стоят два Cisco ISR, они такие, смотрите, парни, вот Cisco, она вроде работает, но что-то с ней не так с Natom, то есть она Brass работает, роутер работает, но включаем Nat, и под нагрузкой что-то там как-то она не очень работает. А нам тогда повезло, у Cisco были действительно баги на ISR, и Nat работал так себе. Вот приехали мы, такие говорим, окей, давайте снимем нагрузку Nat с ISR, поставим нашу коробку, посмотрим, как будет. Поставили пилот, там проходит какое-то время, и, знаете, фидбэк от заказчика. Да, мы сняли нагрузку с Nat, Cisco стала работать, огонь, все хорошо. Nat тоже вроде работает, и там, знаете, письмо инженера, типа, сетевое оборудование, которое не умеет команду PING, и куча знаков вопроса. Да, то есть как бы мы с вами делали продукт лучше, мы его делали на вашей обратной связи. То есть мы вместе развивались, вместе с вами, улучшали продукты, наступали на грабли, набивали шишки, какие-то ночные работы, аварии. Сейчас спроси в зале, нам тут скажут, наверное, не одну историю, кому мы там в прайм-тайм уронили сеть. Но мне кажется, мы на самом деле с честью выдержали. Прошли этот путь, и сейчас у нас уже 200 плюс человек. Компания имеет огромную компетенцию в сетях, в построениях, в сетях. Мы развиваемся, делаем новые продукты и стараемся как-то продвигать импортозамещение. Как на самом деле прошел тот год, какие вызовы мы получили. Если посмотреть на самом деле деньги, финансовый результат, то год прошел на самом деле очень даже неплохо. Да, мы нарастили рост в альтернативных операторах, то есть у нас инсталлированная база выросла. У нас наш новый продукт, пакетный брокер, хорошо принят рынком. Много инсталляций, много пилотов, много продаж. То есть мы закрыли проекты в СНГ. Ну, то есть, как это, такой золотой час российского вендора. Ушли Cisco, Juniper, и все такие, ну, ребята вроде ничего, вроде работает, можно взять. То есть в целом, вот так, если посмотреть на деньги, год прошел хорошо. Но на самом деле, если посмотреть на ресурсы, да, и какие от нас хотели, ну, там, с чем, какими вызовами мы столкнулись, да. То есть вот, 22-й год мы начали с численностью 88 человек. В принципе, это была такая, ну, хорошая команда. Мы могли делать новые продукты, поддерживать старые, да, там, развиваться и, там, планировать какие-то пилоты, новые, искать новые ниши, закрывать какие-то неполучившиеся идеи. И случилось то, что случилось, да, там, западные вендоры начали уходить. И к нам, так сказать, завалило запросами, там, в первую очередь от государственных компаний, от крупных операторов. Типа, парни, вот тут как-то хорошо, что вы есть, нам нужно российское оборудование. Но мы не хотим ничего не менять. Вот, смотрите, вот есть циска, давайте ее выкинем, поставим вас, ничего не меняем, сеть не перестраиваем. Должно работать. Да, как бы, ну, как бы смешно бы это не было, но так не получается, потому что мы хоть и, там, с 2010 года строим, ну, там, не строим, как это, делаем сетевое оборудование, да, доказать за предупрежденных вендоров теми средствами, что у нас были, да, нам это было невозможно. И мы получили много запросов, там, да, там все эти соки, там, где хотят российское, но как у циски, у джунипера и у всех уважаемых вендоров. Чтобы вот это вот нам сократить отставание технологическое, да, мы наняли еще 100 человек за прошлый год, да, из которых, там, R&D это 80%, то есть, по сути, это программисты, там, архитекторы, QA-инженеры, ну, весь, да, там, все, что нам нужно для разработки. В планах на этот год еще 100 человек. И то не факт, что мы за год сделаем, там, то, что, как это, от нас просит рынок, типа, дайте нам циску, только российскую. Но мы стараемся, как минимум, сократить это технологическое отставание, чтобы предложить рынку, да, неплохую альтернативу зарубежным вендорам. Вот доклад Елены предыдущий, на самом деле мы с этими проблемами тоже столкнулись, да, это рост компании. Там, утрясание команд, перетасовка, да, там, изменение планов, на самом деле политика набора изменилась, да, где нам взять сотрудников, да, когда половина уехала, половина ищет другие, ну, другие российские вендоры, также ищут сотрудников, потому что они тоже нуждаются в ценных кадрах. Это, на самом деле, очень тяжелая работа, да, то есть, мы и работаем сейчас с институтами, чтобы вырастить, там, молодых специалистов, да, это, и... И постоянные курсы, там, для новых, в смысле, не новых, текущих сотрудников, чтобы они увеличивали свои компетенции и могли предлагать, там, да, рынку продукты, которые, там, может быть, будут, там, завтра уже какие-то инновационными, да, то есть... Не всегда идея, то, что там, как бы, сейчас кажется хорошей, она завтра выстрелит, а то, что, там, кажется, да так себе, оно может казаться, там, каким-то ноу-хау и на самом деле взлетит. Стараемся найти людей, как можем, да, и преодолеть проблемы, которые, вот, о которых рассказывала Елена, потому что мы, вот, рост, такой взрывной рост народа тоже на силу испытали, и это, на самом деле, такая серьезная задача. Ну, что нам вообще дал тот год, да, помимо всего, да, мы начали пилотироваться в большой четверке операторов, да, федеральных. Там, где раньше с нами даже не хотели разговаривать, ну, вернее, с нами разговаривали так, очень вежливо, типа, отлично, что вы есть, приходите. Но, вот, нам нужен весь вот этот вот функционал, который есть там у зарубежных вендоров. Вот, сделайте, приходите, а пока как-то, знаете, мне не сильно интересно. Но, как бы, немножко поменялось подход. Вот, теперь, на самом деле, это стало, знаете, как, вот нам нужно минимум, который нам нужен, функционал, без которого мы, в принципе, жить не можем, да, на этом мы готовы запуститься. Остальное там, вот, мы, будет хорошо, если вы это сделаете. Ну, и там какой-то вот уже там фишечки, рюшечки, да, это там сделайте когда-нибудь, вообще будет отлично. Те пилоты, которые мы прошли, да, в том году с большой четверкой, текущий продукт, он, ну, по тем результатам пилотов, там, мы набили еще себе шишек, да, там, набрали требования, которые там хочется, их оценили, приоритизировали, и продукт стал еще лучше, да, то есть это больше уже функциональная адаптация. Это эксплуатационная эргономика, мониторинг, да, там, соответственно, там, политики безопасности, улучшение производительности и надежности, да, то есть это как бы, если раньше мы набивали шишки, там, в 15-м году на маленьких альтернативных операторах, да, теперь мы набиваем шишки на больших, на больших операторах, больших нагрузках, там, терабитные нагрузки, да, это нам дает, ну, продукт становится лучше, да, то есть, и, соответственно, нас, каждым годом становится все лучше и лучше, и это, на самом деле, хорошо. Ну, собственно, да, вот у вас, как у операторов здесь сидящих, да, там, на самом деле вопрос, а как нам вообще развиваться, на чем строить сети, да, что делать там, как быть, и вот сеть растет, трафик растет, абонентов надо подключать, что с этим делать и как жить? Ну, вот, есть, по сути, два пути, да, есть путь БУ оборудования, ну, раньше был, никуда не делался, есть серый импорт, сейчас, мне кажется, уже там все наладилось, ну, так относительно, иначе вам привезет что угодно, хотите джунипер, хотите циску, хотите, что хотите, то и привезет, и есть рядом российские производители, которые там говорят, парни, ну, мы же, смотрите, мы здесь, в России, там, что-то программируем, зачем вам западное-то, и вроде как с каждым годом становимся все лучше и лучше, давайте строить сети на нас, да, то есть, вот, такая дилемма, да, что делать и что выбрать, ну, какие риски у этого всего есть, да, понятно, что БУ оборудование, оно, как, ну, БУ, это, оно может сломаться, там, есть сервис, плюс, наверное, сейчас давят внешние, там, да, риски, там, отключения лицензий, проблемы с сервисом, давление государства, да, там, то есть, на 25-го года на объектах критической инструкции, структуры надо уже, чтобы стояло российское оборудование, да, то есть, здесь, с другой стороны, да, опять же-таки, оно подорожало, логистика стала длиннее, да, дефицит чипов никуда не делся в мире, и, там, за заказ оборудования, там, ты спрашиваешь иногда, когда, когда приедет, они говорят, ну, 56 недель, ну, там, в следующем году, может быть, что-то приедет, да, это тоже никуда не делось, плюс добавилось еще новых проблем, с другой стороны, есть российские вендоры, да, которые говорят, смотрите, мы здесь, что-то делаем, но там минус, там не хватает функционала, да, есть еще скепсис, типа, что, оно точно работает-то вообще, мы боимся, плюс, как бы, ну, выкинуть старое, купить новое, это большие капитаты затраты, да, то есть, не каждый оператор, даже федеральный, это себе может позволить, но, опять же-таки, как-то надо развиваться, и что мы можем предложить, ну, кстати, вот, картинка, найдите себя здесь, где вы себя ассоциируете, да, то есть, вот, отрицание, да, там, это в 15-м году, на самом деле, это было примерно так, типа, зачем нам импортозамещение, вообще, кто вы, зачем вы это делаете, да, там, зачем нам российское оборудование, вон, есть, Джунипер, Циско, Эриксон, А10, кто-нибудь сейчас натят на А10, все натят на российских вендорах, на нас и на вас, эксперт, ну, в процентах 80, да, ну, кто-то купил до этого Циску, Джунипер еще натят, но, да, там, вот, рынок НАТО мы, в принципе, в России забрали, и у нас, мне кажется, сейчас самый лучший НАТО, да, если брать даже зарубежное сравнение. Вот, спасибо вам, что мы, там, сделали этот продукт, на самом деле, вместе с вами, да, и с каждым годом он становится все лучше и лучше и эффективнее. Госорганы, ну, госзаказчики, они где-то на стадии принятия сейчас, да, то есть, они поняли уже, что быстро это не кончится, и без, без, на самом деле, ну, надо смотреть на российских вендоров, да, то есть, как бы, и мы видим, что, ну, то есть, с нами стали разговаривать, то есть, нам не говорят, там, дайте, сделайте нам, как у Циски, да, они нам говорят, ну, давайте, парни, вот, минимум нам вот этот необходим, остальное можно в роудмэпе сделать, на самом деле, это приятно. Коммерческие заказчики, ну, не знаю, где-то, наверное, на уровне торга, там, типа, где-то поставим, где-то не будем ставить, но, на самом деле, почему нет? Что мы сейчас прям готовы предложить, на самом деле, вот вам, как, там, тем, кому нужно развиваться, да, у нас есть, смотрите, все, что нужно, у нас есть гибкие финансовые условия, то есть, то, что я говорил, там, заменить старое на новое, это дорого, мы можем это сделать, на самом деле, ну, под финансирование, да, там, длинное, до трех лет, почему нет? У нас большой склад оборудования сейчас, мы подсуетились, и вот прямо сейчас на складе, там, много железа, и его хватит, там, ни на одного федерального оператора, то есть, как бы, не надо ждать 56 недель, прямо завтра, можно взять и забрать. Плюс еще профессиональный сервис, да, потому что оборудование, ну, оно немного все равно, как бы, отличается, там, да, схему установки, инсталляции. Мы готовы у себя взять пресейл, постгарантию, там, да, эксплуатацию, уровни сервиса любые, там, 24 на 7, все это вместе, да, вот уже сейчас, да, там, можно импортозамещаться. Если бы я раньше сказал со сцены про импортозамещение, мне кажется, меня бы тут уже засмеяли, зачем ты здесь рассказываешь, но сейчас не всегда есть, ну, такой выбор, да, то есть, а мы стараемся сделать, ну, вам, как заказчикам, продукт еще лучше, еще качественнее. Финансовые условия. Что мы можем? Ну, по сути, да, это капекс в рассрочку, ну, то есть, товарный кредит. Приходите в НАК, да, там, или к нам, да, получаете, там, рассрочку, там, от 6 месяцев, там, ну, до 6 месяцев, если это небольшие инсталляции. Железо сейчас, платим потом, ну, не потом, в течение 6 месяцев равными платежами, там, не вытаскиваем деньги из бизнеса, да, ну, потихоньку развиваемся. Капекс в опекс. Интересно, наверное, будет большим операторам, когда, там, бюджеты на капитальные затраты, они большие, сразу, может быть, что-то не заложили, да, там, часть платежей могут быть оформлены, как, там, какой-нибудь аренда лицензии, там, да, железку вы, там, выкупите за, ну, такой лизинг, на самом деле, завернутый, за по остаточной стоимости. Сроки от 6 месяцев, это для, по сути, там, ну, 6 месяцев это разовая инсталляция, там, небольшие операторы, там, да, одна-две коробки. До трех лет, это если мы, там, уже где-то в большом, ну, там, сразу меняем какой-нибудь сегмент сети, там, у большого оператора. Ставки стараемся держать ниже банковских, да, то есть, это будет выгоднее, чем вам пойти в банк и взять там деньги и проще, на самом деле. Что у нас есть, да, и что мы можем, вот, заменить прямо сейчас? Это наша сервисная платформа, да, это CGNAT, BRAS, Eurofiltration, DPI, пользовательский опыт, COE. Доступный интернет, это для, ну, соответствия требованиям закона, да, там, где сайты должны открываться без денег. Сейчас в активной стадии разработки системы мониторинга, потому что как раз большие инсталляции без системы мониторинга и управления невозможны, да, то есть, там, пилот у нас мы планируем, наверное, ну, и пилот, пилот уже делаем, а такой запуск в Q4, наверное, этого года. И новое для нас направление, то есть, мы вот вышли с ним в том году, это балансировщик, пакетный брокер, очень такая востребованная штука, да, и в больших сетях, и, соответственно, и у операторов, там, например, ответвлять трафик на SORM, на тот же или еще куда-то, балансировать нагрузку на те же NAT, есть уже инсталляция, у операторов, в принципе, работает. Анти-дидос, да, то есть, это вот большое направление, если мы, там, в 15-м году сделали, там, этот путь с NAT, то есть, сейчас мы хотим выйти на рынок пакетных брокеров, там, и, да, в каком-то, в какой-то перспективе заменить, там, тот же Gigamon A10, да, в этом направлении, и мы видим в себе силы это сделать. Там, сейчас у нас в разработке L7-балансировщик, да, там, соответственно, торсвичи, то есть, это, там, ближние планы, на чем мы сейчас, ну, скажем так, сосредоточили свои усилия и куда мы движемся по развитию. И, на самом деле, немаловажная вещь – это сервис, да, как бы, тут многие, я тут встречал с заказчиками нашими, да, говорят, смотрите, клевые железки у вас, они там три года стоят, они не ребутаются даже, что нам сервис-то зачем, все работает. Ну, знаете, сервис – это как каска на автомобиль. Можно 10 лет ездить и в аварию не попасть, ну, а может, там, попасть на ремонт автомашины. Здесь так же, да, то есть, оно, может быть, там, три года работать, стоять, ничего не быть, а может, там, в пятницу вечером ребутнуться и, как бы, да, там, получится неприятная история. Сервис дает гарантированный слой, сервис дает зарезервированное оборудование на складе, ну, то есть, не надо ждать, будет 56 недель, если вдруг что-то там пойдет не так или там что-то кончится. Любой уровень сервиса, от, там, базового до 24 на 7 с поддержкой на сайте. Также, когда вы тестируете оборудование, ну, берете там в тест оборудование, вы еще и тестируете наш сервис, потому что мы выделяем вам пресейл-инженера, да, выделяем вам филд-инженера, который помогает все это настроить, там, отвечает на вопросы. Поэтому, на самом деле, и оборудование, которое стоит в ядре и там выполняет критические задачи, если оно даже зарезервировано, то сервис все равно надо использовать, потому что это такая, как я говорю, страховка от несчастного случая. Лучше с ним, чем без него. Да. Ну, у меня все. Пять минут осталось на вопросы, если есть. Да, пожалуйста, если есть вопросы, то к микрофону. Ну, я так понимаю, что вопросов нет. Все, всем спасибо. Если что, мы здесь. Приходите, спрашивайте. Да, спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...